Ну что ж, всем привет! Ребят, меня зовут Артём, Артём Шорохов. Многие, наверное, знают меня как редактора страны игр, ещё нескольких игровых журналов. И вот, попрочем, разным совершенно движухам. В общем, либо мы знакомы, либо нет. Привет-привет! Сегодня праздник у меня, ребят, что я вам расскажу? Вы же знаете, наверняка, ну кто не знает, узнаёт прямо сейчас, что с Mortal Kombat у меня жизнь неразрывно связана. Вот все эти 25 лет, уже 26. А какая серия существует? Это ещё был фансайт, это было детство, это был великий дракон, где я принимал вот эту вот пальмовую ветвь от агента Купера Валеры Корнеева и так далее. А вот, в общем, игра эта у меня в сердечке глубоко. И сегодня ночью состоялся, наконец-то, официальный анонс 11-й части Mortal Kombat 11. Много-много слухов, мало-мало информации. Но, наконец-то, трейлер, 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 который я предлагаю посмотреть. Это, там, не знаю, может быть, в каком-то смысле реакшн и так далее. А главное, ну, для меня и для подписчиков, наверное, новость в том, что да, я во многом переключаю внимание канала на Mortal Kombat 11. Вот, мы придумаем каких-нибудь интересных движух. А пока давайте, не знаю, просто посмотрим трейлер. В нём есть несколько моментов, которые интересны и, я думаю, требуют вашего внимания. Погнали! Ну, вы узнаёте место, да? Это остров Шансунга. А вот эти парни в масках... Это... Ну, личная стража Шансунга. То есть, арена с самого первого Mortal Kombat'а. Ещё и земная, в земном царстве. И тут, ну, совершенно безумные вещи происходят. Понятное дело, это может быть как связано с сюжетом, как и нет. Ну, я пойду попозже расскажу, что значит нет. А прямо сейчас, что нам по лору понятно, что рейдом злой. Что очень много оружия. Больше, чем в десятой части. И, если честно, для меня это не может тревожно. Я вспоминаю вам времена шестой в Mortal Kombat Deception. И так далее. Трейлер вы все наверняка видели, так что... Вот прям совсем замолкнуть и взять нас логицу. Нет, не дождётесь. Вот, но я предлагаю всем вспомнить оба предыдущих трейлера. Ну, в смысле, двух предыдущих игр на The Reel. Это, собственно говоря, Injustice 2. Обязательно вспомните трейлер, которым анонсовалась эта игра. Здесь есть, как мне кажется, много параллелей. И... Мортал Комбат 10. Здесь что важно. Это тоже Скорпион, но совершенно другой Скорпион. И он только что очень-очень легко разделался со злым рейдером, который... Очень легко до этого разделался с предыдущим Скорпионом. И вот это, наверное, самая интересная была часть ролика. Помимо объявления дата релиза, конечно. Вот. Мы сейчас пройдёмся. Аккуратненько. И да. Шалкан это очень-очень-очень неожиданно. Потому что, напомню, он был убит в... В результате событий девятой части игры. Итак. Трейлер у нас кончился. Давайте быстренько пробежимся. К сожалению, в ближайшие дни я буду очень занят. И не смогу выйти в какие-то эфиры. И как-то плотно с вами пообщаться. Поэтому вот, ну вот, всё. Вот так вот набегу, да. Зато Скорпион. Итак. Как я уже сказал, это арена первой части. Если мы рассматриваем трейлер в плане сюжета игры, то всё очень странно, потому что... Давайте я звук уберу. Потому что это снова какая-то альтернативная реальность. Мы видим, что все монахи, ранее сидевшие в качестве зрителей, мертвы, очень напоминают там иссохшие скелеты, зомби и так далее. Мы видим, что мертвы вот эти вот парни из Стражи Шансунга, которые раньше точно так же защищали сидящего на троне Шансунга. Вот трон позади как раз можно увидеть. Он не в фокусе, но его хорошо видно. То есть нас отсылают... Вот этот хороший кадр, потому что он во многом совпадает. Нас отсылают именно к сюжетному кусочку Mortal Kombat 1. Ну и он же был, так сказать, reimagined в МК-9. Ну, я не буду вдаваться в сюжетные эти подробности. Просто напомню, что линейка, начавшаяся с девятой части, она, с одной стороны, продолжает весь предыдущий сюжет предыдущих восьми Mortal Kombat'ов с одной стороны, а с другой начинает его заново. То есть там интересный такой сюжетный твист. То есть все пошло не так. И вот сейчас то ли нам снова хотят рассказать, что все пошло не так, то ли намекают на то, что это просто арена и просто онлайн, и не надо искать каких-то богатых смыслов сильных, но Эд Бун и вообще Назревелом Студио не были бы собой, если бы все было настолько бесхитростно. Вот. Это что касается странных вещей. Дальше у нас дерущиеся Скорпион и Рейден, что довольно странно, потому что по сюжету прошлой части мы помним, что Скорпион и Рейден дружат. Более того, Скорпион это недавний, по-моему, последний чемпион Рейдена и надежда Рейдена на спасение земного царства. Однако, в финале событий МК-10, Рейден, прямо так скажем, потерял немножечко веру в человечество, и у нас были намеки на то, что, ну что вот это вот Галадриэль, которая наконец-то взяла кольцо и начала причинять добро насильственными методами. То есть, иными словами, возможно, возможно, нас ждет возвращение темного злого Рейдена, которого мы здесь и видим. Либо, это кастомайзер. Здесь есть определенные намеки. Я напомню, что в 10-м Mortal Kombat ввели систему стилей, и в зависимости от того, какой из трех стилей для какого персонажа ты выбираешь, менялась экипировка, менялся его внешний вид. Ну, то есть, самое, наверное, такое заметное различие было там у Кунглао. В одном из стилей его шляпа напоминала циркулярную пилу со всеми этими зазубринами. Но можно вспомнить, там, в стиле Джинни Кейджа есть кастеты, нет кастетов и так далее. То есть, если раньше в Mortal Kombat всегда внешний облик героев был такой незыблемый, ну, то есть, были костюмы, да, можно было сменить альтернативный костюм, или иногда увидеть альтернативную расцветку, то 10-й Mortal Kombat показал, что даже в рамках одного костюма герои могут выглядеть по-разному. Там, включая даже, там, не знаю, с маской без маски, в шляпе без шляпы и так далее. Вот. И в 10-м, ой, в 11-м, точнее, в MK11, ролик нам намекает на разное. В частности, здесь мы видим двух скорпионов, как помните. Вот этот скорпион больше всего напоминает себя из 10-й части, то есть, тот же капюшон, в первую очередь. И в дальнейшем, когда выходит следующий скорпион, где это у нас было. То есть, сама драка интересная, безусловно, и я специально пересматривал трейлер 10-го Mortal Kombat анонсный. Он выглядит гораздо менее впечатляющим, но там он косил под геймплей. Здесь у нас чистая постановка. Кстати, там убивали Саб-Зиро. Здесь убивают скорпиона. Вот. Появляется скорпион-косплеер. Ну, это классический костюм, насколько я вижу. Такой, как его там Оля из Left 2 Play называла. Матрасики. Но, конкретно здесь, это все-таки не матрасик. Конкретно здесь, это скорее Ultimate MK3. И это именно такой косплеерский наряд. Я напомню, что еще были косплеерские паки костюмов для 10-го Mortal Kombat'а в свое время и так далее. Но он мне больше всего напоминает то видео про готовимся скорпионом. Вот. И вот эта вот композиция, что я, собственно, хотел рассказать, мне очень-очень сильно напомнила трейлер Injustice 2, открывающий. То есть, я напомню, как он выглядел. Даже специально для всего происходящего. Выглядел он... Ой-ой-ой. Ну, не так быстро я, наверное, это найду. В общем, ладно, верьте мне на слово. В чем там была штука? Там супергерои дрались между собой и эволюционировали, так сказать. Надевали на себя какие-то новые приколы, получали новые приемы. И вот в этой вот яме дрались с позиции, я не знаю, онлайновых сражений, а не сюжеты, назовем это так. И в трейлере Eleven 11 части я вижу какие-то подобные намеки. То есть, может быть, я очень неправ, но намеки я вижу. То есть, можно покадрово сравнивать с трейлером Injustice 2. Что еще? Наконец-то нам показали слоган. Это «You're next», «Ты следующий». Здесь два смысла. Во-первых, слоган на предыдущей, десятой части, был «Who's next?». То есть, кто на новенького, кто следующий. И я вижу опять-таки определенные намеки в том, что, как бы так сказать-то, теглайн одиннадцатой части является прямым продолжением теглайна десятой. То есть, кто следующий, ты следующий. Там были какие-то определенные слухи по поводу того, что сюжеты одиннадцатой части и десятой будут очень-очень связаны. Я об этом ничего не знаю. Но вот если уж там совсем ковыряться в каких-то намеках, то вот, пожалуйста, можно воспринимать это определенным намеком. Ну и, кроме того, «You're next» — это фраза Шансунга из фильма. Ну, то есть, такая небольшая игра с фан-базой. И, наконец, ну, самое интересное — это вот эти кадры, которые, как бы так сказать, совершенно не вписываются в трейлер. Потому что трейлер у нас про там битву Рейдена со Скорпионами, про Кровяку и вот это все. И в конце нам показывают нечто стеклянное, светящееся, снова отсылающее нас к трейлерам Injustice 2. Помните, там вот эта вот чистая комната была с допрашиваемым Суперменом и так далее. Вот. И совершенно неизвестный нам персонаж. В общем-то, даже неопределенного пола, но достаточно изящный. И по ручке можно подумать, что это все-таки женщина. Вот. По лысине можно предположить, что мужчина. Лысых женщин пока маловато, но они уже есть, появляются в поп-культуре. Вот. Которого ни на что не похож. То есть, можно, конечно, снова попытаться развить эту идею с кастомайзем, но пока не из чего это тянуть. Вот. И моя ставка на каких-нибудь все-таки старших богов. Потому что стилистика очень резко отличается от Mortal Kombat. И скорее, это даже какой-то, как бы так сказать-то, интерфейсный кусок. Вот эти вот соты, видите, на стекле. Вот это вот максимально чисто, такая, наверное, напоминающая операционную стилистика и так далее. То есть, это абсолютно точно тизер, который нам, по идее, ничего не говорит. Ну, либо я недостаточно фанат Mortal Kombat и не вижу здесь прямого намека. Вот. Но если мы видим уже персонифицированно старших богов, Elder God, то это может быть очень клевой штукой, как с точки зрения организации каких-то режимов, так и с точки зрения, ну, собственно, сюжетной кампании. Из-за того описания, что нам доступно, мы уже знаем, что, да, сюжетная кампания будет абсолютно точно в стиле Mortal Kombat. Что будет очень много кастомайза, пока без какой-либо конкретики. Но те, кто меня смотрит, знают, что я очень топлю за продолжение идеи Injustice 2, за игру-сервис, за возможность, ну, каждый вечер заходить в игру и что-то немножечко делать там со своим героем, где-то прокачиваться, где-то там играть с его обликами и так далее. Я честно скажу, я очень боюсь этого в отношении Mortal Kombat, потому что мне всегда, вот все эти 26 лет, казалось, что облики героев Mortal Kombat, они дизайнерские. Вот такие вот сугубо не подвержены кастомайзу. То есть вот Саб-Диры нарисовали там были Сайрекса таким, и быть ему таким. Обвешивать его браслетиками, наглазными повязками, париками и прочим вот этим вот кастомайзным бредом просто нельзя. Но я посмотрел, как парни из Незервилл сделали это с Injustice, и в принципе где-то, скажем так, готов им доверять. Посмотрим, посмотрим. Если будет все так, как я хочу, будет очень круто, и Mortal Kombat 11, возможно, станет моей игрой-сервисом на ближайший год. Так что, ну, приходите на стримы, и давайте все вместе это смотреть, щупать и радоваться. До, собственно говоря, релиза, до беты, ну, понятное дело, будем перебиваться какими-то там, не знаю, новостями, эфирами. У меня там есть определенные задумки. В общем, подписывайтесь, буду рад. Вот эта штука мне еще очень напоминает, если честно, шею, и вид сзади, и хвостик такой под затылком, и ушки торчащие слева и справа. Знаете, как у индийского башка. Но это, конечно, уже, ну, шутки и глупости. Итак, самое важное в плане цифр. Mortal Kombat 11, мировая премьера 23 апреля. Какой-то Community Reveal Event, это, ну, видимо, какое-то будет мероприятие. В общем, ждем какую-то глобальную новость или глобальную движуху 17 января, запомнили эту дату. И, наконец, Shao Kahn. Вот, понятно, почему Shao Kahn здесь, да, ну, то есть, сейчас появляется титр о том, что заказываете игру, чтобы получить Shao Kahn. Видимо, Shao Kahn это что-то вроде, там, не знаю, какой-нибудь тиры для соукалибора. DLC персонаж для предзаказников. Ну, таким был, если помните, Гора в предыдущей части игры. Здесь, ну, все обычно. Ну, кроме того, что Shao Kahn очень тяжело вписать в лор, потому что он, ну, на секундочку, мертв. Для Shao Kahn это не впервой, но старые сюжеты Mortal Kombat, они все-таки были более фэнтезиевые, там всех воскрешали по щелчку пальцев буквально и так далее. Что же касается нынешнего Mortal Kombat, мне кажется, он как-то побережнее относится ко всему этому. Но, опять-таки, мы видим, что у Shao Kahn появились дополнительные какие-то атрибуты дракона. То есть, вот какие-то вот когти, растущие шипы из руки и так далее. То есть, ну, возможно, это какой-то, там, не знаю, Shao Kahn воскрешенный в таком духе. Дизайн его брони, конечно, тоже изменился. Я вот такого Shao Kahn, если честно, вижу впервые. Обычно он всегда был очень консервативен в плане дизайна. Ну, кувалда, понятное дело, вместе с ним. И вот, что самое главное, будет, видимо, бета-тестирование. Доступ в который получат все, кто предзаказал игру. Ну, видимо, вместе с Shao Kahn. Уж не знаю, насколько эта бета будет, там, большая, хорошая, длинная и так далее. Но я намерен обязательно в ней поучаствовать. Я, повторюсь, очень люблю Mortal Kombat. Хочу, чтобы Mortal Kombat отвечал мне взаимности. Вот, наверное, пока более-менее все, что у нас еще здесь написано о том, что предзаказ на консолях EPC уже начинается 12.07.18. То есть, сегодня уже можно тыкаться в официальный сайт. Он, конечно же, тоже есть. И несколько помещений мелким текстом о том, что закрытая бета, закрытая, тоже запомнили, будет представлен только на PlayStation 4 и Xbox One в марте 2019. То есть, за месяц до релиза игры. И, там, не знаю, проверяя, спрашиваете в магазинах о доступности комплектов предзаказа. Необходимо интернет-подключение. Вот это все. Нам сразу предъявили PC. Это прям новости. Раньше такого с Mortal Kombat не было. Давно такого не было. Нам предъявили Nintendo Switch то, что, в общем-то, никто толком и не верил. Ну, остальное все более-менее понятно. Вот такие вот пирожные. Да, я знаю, что многие ждали анонса Mortal Kombat еще на Е3. На Е3 анонса не произошло. Но это вот все слухи, это все за занавесом. Тут комментировать особенно нечего. Я от себя скажу, что я удивился. Потому что мне казалось, что МК-11 ждать нужно дольше. Еще годик, наверное. А тут нам обещают, что вот уже через несколько месяцев у нас бета будет. И это, ну, это круто, это большой сюрприз. Это здорово, здорово, здорово. Вот, в общем, такие мысли, такие дела, ребят. Возвращаемся. Возвращаемся скоро. Как только у меня появится какая-то дополнительная информация, какие-то штуки, которые можно вам рассказать и так далее. Я в эфир, я с видосами. Группа ВКонтакте будет жить со всеми мелкими штучками. Всех призываю подписываться, кому это все интересно, чтобы не потеряться. Ну и самое главное, как обычно, будьте добрее к друг другу, играйте в Mortal Kombat, делайте Fatality. Всех вас люблю. Увидимся, ребят. Пока-пока.